Нельзя употреблять спиртные напитки, курить в определенном месте. Почти как в армии, только за порядком следить приходится самим. Здесь есть даже своеобразный режим дня, чистоусловный, ведь лишь у единиц получается его соблюдать. Ребята признаются, спать просто некогда, сама сложно, а тут вовремя проснуться. В палатках мы проводим, ну вот у нас получается часов пять, потому что пол первого ложимся спать, шесть встаем, умываемся, сегодня процедуры, а потом... Ну а вставать нужно пора, еще очередь занимать. Да, прибираемся в палатки, одеваемся и на завтрак. Еду тоже приходится готовить самостоятельно, на костре, в ведрах. Отвечают за стол, когда принято на больших форумах дежурные. Консервы, крупы, макароны, обязательно фрукты и овощи. К чаю всегда есть что-нибудь сладкое. Продуктов хватит до конца форума и еще останется. Это уже пообещали организаторы. Отзывы самые положительные. Кормят достаточно, большие выходы, питание трехразовое. То есть у участников завтрак, обед, ужин, всегда все горячее. Отдаем в срок, пока никаких нареканий не получали. Еще организаторы позаботились о том, чтобы у каждого из 400 участников форума был бесплатный интернет. Из мелочей посуда, ручки, блокноты. Сухие дрова тоже заготовили заранее. А вот питьевую воду подвозят каждый день. Из того, что не планировали. Разве что вот такие памятки, как вести себя во время грозы или пожара. За день до открытия команды под Великим Устюгом прошел настоящий ураган. В небе даже начал формироваться смерч. К счастью, земли воронка не коснулась. Но и без этого ветер сорвал палатки и шатры. Срочно порядки их пришлось заново устанавливать. И у нас четыре. Возьмем от них 15, и вот по 15. Всех, кто просит, нужно самим зарабатывать. Сейчас об этом ЧП уже ничего не напоминает. Шатры провели интернет, установили компьютеры, микрофоны и колонки. Только стульев не хватает. Лекции иногда приходится слушать, сидя на земле. Но все равно к каждому стенду очередь. Такой повышенный интерес не из любопытства. После лекций многим из них предстоит в короткий срок разработать свой, уникальный проект. На выбор есть сразу 11 направлений. Вообще в программе форума, помимо общеобразовательной программы, которая раскрывает социально-экономическое пространство, существует еще 11 направлений специальной образовательной площадки. Это и политические направления, это молодежь и СМИ, это и молодежное творчество, это и молодежное правительство, парламентаризм. В качестве преподавателей и гостей здесь не только лучшие лекторы ведущих вузов страны, но и известные политики и самые успешные предприниматели. По сути, здесь они, как на бирже труда, присматривают будущих топ-менеджеров. Здесь вот как раз собрались люди творческие, люди, которые хотят сделать и себя, и судьбу свою, и что-то сделать для своего города, для района, в целом для области. Чтобы наша Вологда, Вологодская область была по-настоящему лидером. В последний день форума участникам предстоит защитить свои на скорую руку написанные проекты. Власти уже пообещали лучшее, войдут стратегию развития области. Повлиять на развитие региона – это главная задача каждого из этих ребят. И, как выяснилось, даже ураган помешать этому не сможет. Александр Устинов, новости Вологды из Великого Устюга.